МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Еще раз, у меня первый вопрос такой. Что привлекает вас в этой непростой работе, в этой сложной профессии, я бы сказала? Почему вы стали Дедом Морозом и Снегурочкой? Потому что мы очень сильно любим детей, мы любим дарить радость, мы любим дарить позитив. И нам очень нравится, когда у детей начинают загораться глаза. Мечты разнообразные, но главное, что мы сохраняем веру в сказку. Ведь кто-то хочет барабанную установку или велосипед, кто-то хочет счастья в доме, чтобы родители не ругались. А мы помогаем им это поддерживать. Вы сразу начинаете с чудес. Почему мы пригласили именно вас в студию? Потому что вы не обычные персонажи. Сейчас с хороводом вокруг елочки никого не удивишь. Вы принесли какие-то атрибуты. Давайте расскажем, зачем. Мы детей и взрослых любим удивлять, потому что в жизни у каждого ребёнка должно быть волшебство. Да и у взрослых тоже. Мы приносим на программы азот, мы приносим искусственный снег, мы учим детей делать снег. Вот сейчас мы на примере покажем. У нас есть водичка и есть волшебный порошок. Мы сейчас насыпем. А вы знаете какие-нибудь волшебные заклинания? Сим-салабим. А давайте... Елочка, зажгись, знаю, что ещё. Угу. Помоги нам сказать сим-салабим. И волшебным посохом, может быть, нам поможешь. Да. Помоги. Сим-салабим. Посмотрите, у нас здесь небольшое происходит такое. Видите? Вижу, уже комочек есть. Да. А теперь давайте мы вам его высыпем на голову. Вы думаете? Это необычное. Уже видите, вода уже не высыпается. Оп, уже снежок. Это снег. Вот, обычный снег. Мы из него лепим снежки, то есть можно снежки слепить. Можно слепить снеговика. Вот таким вот образом. Мы снежок на снежок вот так вот складываем. И чем больше снега, тем больше и выше у нас получается снеговик. Также мы замораживаем предметы. Но сегодня мы пришли без азота. И вот такой вот у нас есть волшебный красивый снеговичок. С помощью него мы с детками, с маленькими загадываем желание. Мы ему шепчем на ушко. И чтобы наше желание сбылось, он должен засветиться. И мы ему загадываем что-то на ушко. Значит, это желание, оно настоящее, и оно сбудется. Хочется понять. Вот вы собрались в гости к ребятам, да? Где вы переодеваетесь? Как вас встречают люди, которые вас просто видят на улице? Есть ли у вас для них какие-то сюрпризы и презенты? Если программ много, мы ходим в костюмах. И если одна программа, допустим, в день, да, то мы можем переодеться и в подъезде, но так, чтобы нас никто не видел. Наверняка же были курьезные случаи, Дед Мороз. Не верю, что не было. Запутались в халате, застряли в лифте, перепутали ребенка. Все может быть. Рассказывайте. Мы могли ошибиться квартирой. Ну, реакция, наверное, еще лучше, когда ты никого не ждешь, а звонит Дед Мороз в дверь. Безусловно. Столбенели и говорили здрасте. А дальше мы-то работаем, у нас программа, нас заказали. То есть вас не остановить. Открылась дверь, и вы уже во всем миром. А люди не ожидают, но тем не менее соглашаются. Они сами начинают, ну, неожиданность, она выбивает человека из равновесия, и он начинает сам верить в сказку, даже взрослый. Потому что для него это неожиданно. Мы все привыкаем к рутине. Праздники нам нужны, чтобы вырваться из нее. И такое происходит со взрослыми. А если у ребенка еще мир довольно необычный, он еще не исследованный, и праздник ему помогает верить в сказку. Курьезные случаи были, например, когда задаешь вопрос, кто самый главный волшебник страны? И ребенок робко начинает говорить, Путин. Есть какие-то новые стихотворения, современные песенки, интерпретации? Сейчас, может быть, ремикс вам готовят. Есть такой момент? Сейчас у нас стихи про ландкрузер, про ада. Неожиданно. То есть такие неожиданные, да. И когда детям начинаешь что-то желать, они тебе в ответ что-то желают. И они желают, чтобы наш дом никогда не разморозил, чтобы он всегда оставался ледяным. И, в принципе, очень много таких вот ситуаций, когда современность входит в нашу жизнь. Мне кажется, очень сложно найти друг друга. Я имею в виду пару, который будет с тобой работать, как бы плечо, да? Ты говоришь фразу, человек уже продолжает. Где вы встретились, ребята? Меня просто друг попросил забрать праздничный реквизит, который он давал Ирине в пользование. И вы посмотрели на него и подумали, Дед Мороз. Дед Мороз. Да. Самый настоящий Дед Мороз. А как он играет? Как он играет? Ну, сегодня для нас что-нибудь расскажите интересное из вашей новогодней практики. Сколько длится этот чудесный период? Устаете ли вы действительно реально от этого? Ну, хотя бы чуть-чуть. После Нового года, конечно, есть ощущение усталости, что надо передохнуть, походить по лесу, уехать из города. Борода у вас всё время цела? Потому что детки бывают маленькие, разные, много всего блестит на снегурочке, хочется всё потрогать, подёргать. Вообще, больше курьёзов со взрослыми. Например? Есть взрослые, которые пытаются взять себе какой-нибудь сувенир. Особенно женщины, мне кажется. Вот почему-то есть у меня такое убеждение, да? Да, женщины чаще пытаются взять шапку или перчатки. Вот, но благо Дед Мороз герой сказочный. У вас старая есть. И то, что я человек, я не должен показывать. Поэтому есть запасные. Вот. Но вы в настоящих валенках, да? К сожалению, вот наша студия не позволяет показать, что вы в валенках, у вас штаны и всё совершенно Деда Морозовская. Да, самая настоящая Деда Морозовская. До которого времени вы сами верили в Деда Мороза и каких подарков ждали? Как у вас это в детстве проходило? Лично я верила лет до пяти, примерно даже, нет, до школы, до первого класса школы. И когда у нас в школе нашим Дедом Морозом нарядилась наша классная учительница, тогда мы и раскусили Деда Мороза. Но на самом деле Дед Мороз существует. Он живёт в Великом Устюге, и мы являемся его помощниками. Каждая женщина, каждый мужчина, да, который работает с Снегурочкой и Дедом Морозом, они помощники, а настоящий Дед Мороз, он существует. Сколько времени вы, Дед Мороз, в году? Примерно около месяца. Иногда бывает летом просят. А вот это, кстати, интересно. И летом мультик мы все помним. А что делаете? Вы угощаетесь мороженым тоже? Собираете фотографии с ромашками? Безусловно, мороженым. И сам угощаюсь, и детей угощаю. Прошу детей проявить сочувствие. Я ведь оказался в жаркое время года здесь. И тем самым развиваю их чувства, человечность, проявление доброты, проявление понимания к ближнему, что очень помогает. Мешок с подарками большой у вас? Иногда кажется, что неподъемный. А вообще все зависит от ситуации, куда идешь, к кому и как. Потому что всем подарить какие-то большие подарки, бываешь не в состоянии, а хочется чем-нибудь удивить все равно. И даже какой-то маленький сувенирчик, но интересный, все равно полмешка да приносишь. Давайте мы в заключении поздравим всех наших телезрителей с наступающим Новым Годом. Им будет очень приятно услышать поздравления именно от Деда Мороза и Снегурочки. С наступающим вас Новым Годом, друзья! Понимайте друг друга, любите, цените и уважайте. И чтобы в следующем году все ваши мечты, но только хорошие, обязательно только хорошие, мечтайте о хорошем, обязательно сбылись. И, конечно же, мы всем телезрителям желаем здоровья, успехов. Я желаю вам встретить Новый Год хорошо, не разочароваться в том, что чуть-чуть передарили волшебства другим, и немножечко, может быть, не хватает себе, чтобы у вас тоже случалось в жизни побольше хороших моментов. Это была программа подробностей. До новых встреч! Субтитры подогнали Симон.